Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю восстанавливать свой токарный станок 1А616К. Пробовал я шабрить вот этим шабером с пластиной VK6OM. То есть это настоящая шаберная пластина. Шабрит в принципе неплохо, но все равно процесс очень и очень затяжной. Просто жесть. Такой затяжной процесс. Станина сильно каленая. По краям она вообще как стекло. Даже заводская заточка... Вот здесь есть грани заводские. Хотел провести испытания, но не получилось. На заводской заточке появились сколы. Поэтому я смысла не вижу. Там прям сверх сильно его затачивать. Я просто на алмазном круге подвожу и вперед. Если потихоньку шабрить, шабера хватает довольно-таки надолго и хорошо получается. Но почему же я решил шабрить болгаркой? Во-первых, съем довольно-таки большой, как оказалось. Место хоть и ровное, практически. Вот этой направляющей. Эту я уже сделал. Делаю сейчас эту. Оно хоть и ровное, но есть такая ямка. Проверил лекальной линейкой и увидел. Приложил. Сейчас это дело уже устранено. Устранял следующим образом. Шабрил болгаркой и намазывал краску. То есть один раз я линейкой проходил, намазывал линейкой краску, шабрил по пятнам. Другой раз я делал следующее. Намазывал краской и линейкой проходил следующим образом. Как вы можете заметить, есть некоторые отблески на металле. Вот по этим отблескам я и шабрил. Шабрил, повторяюсь, болгаркой. Сейчас я вам продемонстрирую процесс. Шабрится очень даже неплохо. Предвижу ужас у некоторых. Многие думают, что болгаркой можно только испортить станину. Но это возможно кто как делает. Кто-то портит, а кому-то можно нормально сделать. Смотрите, какие пятна получаются после болгарки. Проверяю новой линейкой. Купил себе линейку метровую. Вот она как выглядит. С этой линейкой я смогу конечно лучшее качество сделать, чем вон той на 630. Это очень маленькая линейка. Ну и как оказалось, когда я эту приложил, что там конечно далеко от идеала было. С помощью нее быстренько пришабрил вот эту направляющую. Сейчас занимаюсь широкой частью. Как же я исправлял вот это дело? То есть чтобы не упороть, не сделать винтообразность и все остальное. Делал по отблеску один раз. А второй раз прикладывал линейку, делал по линейке. Потом опять и так далее. Получается нет накопления ошибки, можно сказать. И все время шабрится более-менее нормально. Вот здесь остался небольшой участок. Сейчас покажу, как можно шабрить болгаркой. Маленькая болгарка используется. Очень маломощная. Здесь всего лишь то ли 600, то ли около того мощность. Небольшая. Плюс нахуйка у меня маленькая в помещении. Она совсем еле-еле, можно сказать, крутится. Не на всю мощность. Круг тонкий, 1 миллиметровый. В металл он не врезается. Что с ним не делай, если только вот так не загонять. В металл он не врезается. Шабрю как обычным шабером. Сначала в одну сторону. Вот так, грубо говоря. Потом в другую под 90 градусов. Здесь я сейчас прохожу под 90 градусов. Камера так стоит, будет не видно. Сейчас я пройдусь в эту сторону и покажу. Сам процесс. Продолжение следует. В никости. Приш sigue. Вот, собственно, и всё. Быстрее не получается. Болгарка снимает тоже очень тонкий слой. Но зато гораздо легче. Потому что я после целого дня шабровки потом руки не могу поднять. Болят просто капец. Сейчас намажем линейку и посмотрим, что получается. Линейку намазываю по-прежнему поролонкой. Не знаю, всё-таки мне эта технология больше всего нравится. Правда, использую уже не самодельную краску, а масляную краску. Сажа газовая, черная краска. Конечно, по сравнению с самодельной, она раз в пять лучше показывает пятна. И натираем. Смотрим, что получается. В середине есть провал. Я его как раз и устраняю. А здесь вот смотрите сами какие пятнышки. Надеюсь, очень хорошо видно, что всё прекрасно получается. Никаких рисок грубых нет. Вот пальцем если стереть, видно довольно ровная станина. Но это не говорит о том, что я не буду потом обычным шабером проходить. Я буду потом обычным шабером доводить уже до идеала. Уже может быть пару проходов и пойду обычным шабрить. Потому что нужно будет вычистить абразив из станины. Ну а в конце, когда всё сделаю, когда геометрию выровню полностью всей станины, потом нужно будет сделать разбивку. Удалить остатки абразива. Ну и наносятся так называемые масляные озера. Там задерживается масло в этих ямках. И подошва задней бабки или суппорт хорошо ходят. В общем, всё время есть смазка в зоне двигателя. Что благоприятно сказывается на износа устойчивости этой детали. Этот метод я неоднократно видел в интернете. Ничего я опять же не придумал. Люди пользуются и слесаря, которые восстанавливают станки, пользуются именно когда речь идёт о калёной станине. Потому что шабером нужно делать очень большой нажим. Кромка даже крошится иногда бывает. Я же говорю, сколы. И начинает просто драть. Качество как бы от этого не улучшается. А вот именно доводить до идеала можно уже этим шабером спокойно, потихонечку. Вот так вот всё это дело. Я его только заточил. Всё это дело идёт. Поверхность направляющей станины после шабрения болгаркой. Поверхность направляющей станины. Валют. Валют. Поверхность не хуже, чем при шабрении шабером. Правда, делал зализанным кругом. Круг очень сильно зализан. Он даже не стерся ни на полмиллиметра, сколько я не шабрил, целый день делал. Теперь проверка на краску, что получилось в итоге. Уже намазал линейку очень тонким слоем. Пробуем. Получилось следующего вида поверхность. Здесь немного более пятен может показаться. Но это просто из-за неравномерности нанесения краски. Оно немного всё время по-разному. Тут видно, что пятна размытые. Можно даже эксперимент провести. Заново намазать линейку. Сейчас здесь больше и здесь больше. Сейчас я сотру и заново намажем. Должно быть уже по-другому. Вот как видим, здесь вот этого выражения. Уже нет пятна. Здесь немного по выражению. Но всё равно неплохо. Осталось подшабрить обычным шабером и всё будет готово. Контроль в этом видео показывать не буду. Что получается. А то слишком много я показываю контроля. Я потом как всё сниму полностью, всё сделаю. Сниму видео целое о том, как проконтролировать точность станины. Ну и посмотрим, что получится. Пока что в одну-две сотки я везде влезаю. А на этом всё. Кому видео было интересно и полезно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Благодарю за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok